С нашим экспертом Павлом Хаснульным сегодня празднуем 90-летие Джеймса Уотсона в первую очередь. Здрасте. Во вторую, Всемирный День Здоровья. Начнем с Уотсона. Кратенько о дезоксиребозонуклеиновой кислоте, пожалуйста. Но сначала давайте поздравим все-таки человека, выдающегося человека с днем рождения, 90 лет. Он в здравом уме вполне находится и, самое главное, продолжает вести популяризаторскую научную деятельность. Вот это да. Нобелевская премия у него есть за вот это открытие. Нобелевская премия, да. Он там был не один, кажется. Он был с Францисом Криком, британским ученым. Сейчас Уотсон занимается совершенно другими вопросами. Ну, не совершенно другими, он тоже в области медицины и биологии остался. Это исследует рак и другие возрастные заболевания. Ну, в общем, молодец. По-прежнему активную деятельность ведет. А насчет ДНК, да. Кратко напомню, что ДНК это дезоксиребонуклеиновая кислота, которая является основным носителем информации в эукариотических организмах, то есть в тех, которые содержат ядро. И также ДНК является второй наследственной информацией у нас же в клетках, которая содержится в митохондриях. Митохондрии это такие... Это все понятно, конечно. А что думали люди до вот этого открытия Уотсона про информацию? Нет, про информацию-то уже много чего знали. И знали, что есть хромосомы, и что они образуют... Собственно, передают информацию наследственную. Но Уотсон и Крик, они... Ну, как они внутри выглядят, они не понимают. То есть они предположили гипотезу о существовании двуспиральной молекулы именно, ДНК. Как она сворачивается, и что она из себя представляет. Да, да, да. Вот именно это достижение и это открытие. Страшно, сумасшедшим, и люди на Земле живут. Да, да. Не страшно жить рядом. Ну, еще есть новость такая, наверное, она как-то связана. Непосредственно. Непосредственно. Генетики подтверждили вторжение индоевропейцев из российских степей в Индию. Чтобы попасть туда, кочевники-ямники вначале мигрировали к западным предгорьям Алтая, а затем повернули на юг и прошли через Среднюю Азию. Как это поняли по ДНК, по останкам? Когда? Тут вот это действительно грандиозное такое исследование. Очень гордостно, что это были ученые из России и Казахстана. Ну, это не только ученые из России и из Казахстана. Там, на самом деле, огромная международная коллаборация, которая включает в себя десятки исследовательских организаций со всего мира, в том числе из бывшего СССР, из Узбекистана, из Казахстана и ряд институтов Российской Федерации, из региональных, причем это что хорошо. Вот, значит, что выяснили? А, собрали там 375, по-моему, сэмплов ДНК, метахондриальный ДНК. Геномы 362 человек из охранения восточного Ирана. Избекистана, Туркменистана, Таджикистана, Таджикистана, Индостана. Со всей Евразией, будем так говорить, да. Значит, причем эти останки были от людей от 10 тысяч лет до нашей эры, ну, то есть 12 тысяч лет назад, и до, там, буквально, пересечения с нашей эры, вот, из разных регионов. И что выявили? Выявили очень четкие связи миграционных потоков, как они происходили, то есть выделились, зонировали всю Евразию, как происходило переселение народов. То есть, вот, говоря про ямную культуру, ямная культура, это степная культура, которая существовала на территории современной России и северного Казахстана, в пределах, там, от севера, между Черным морем и Каспием, и дальше Южный Урал, Северный Казахстан, и вплоть до, вот, Западной Сибири, до наших регионов, здесь у нас андромовская, так называемая, культура была. Ямники, потому что жили в земле? Нет, потому, ну, у них специфические захоронения, и они, в том числе, да, они вырывали поселения в виде таких углублений, то есть, как землянки, там, что такое. Ну, как в Тунисе, вот, да? Ну, что-то похожее, да. Вот, так вот, выяснилось, что те, та ветвь, которая дальше положила индоевропейскую, ну, то есть, есть лингвистическая связь, это уже, когда мы говорим о индоевропейских, это мы говорим о языках, о лингвистической связи. И, соответственно, переселение народов шло именно таким образом, что с нашей стороны, вот, со стороны Западной Сибири, дальше эта культура шла на юг, двигалась вдоль, там, через Казахстан, ну, то есть, через территорию современного Казахстана, часть пошла чуть-чуть восточнее, там, в долину, где сейчас находится Туркестанская, в общем, долина, часть пошла на юг, дальше через Афганистан, через коридор, так называемый, там, транс-памирский и тиньшанский и попала, соответственно, в Индию, в Северную Индию. И, соответственно, вот там она встретилась, естественно, с местными аборигенами, но, так как эта культура была сильнее, то она частично там вытеснила. ДНК их доминирующая. Да, да, ну, и в результате эта культура стала доминирующей, и потом еще с иранской частью всего населения смешалась. В общем, движение именно шло так. Ну, то есть, теперь мы хорошо представляем себе, как именно, то есть, там, в самом, в оригинальном исследовании есть подробная карта, как двигались народы. Благодаря ДНК. Не, ну, это понятно. Останка, да, да, да. Именно метахондрия ДНК. Супер, после рекламы узнаем, что нашли в ДНК метахондрии. Вот так, благодаря Джеймсу Уотсону, человеку, который открыл структуру молекулы ДНК, мы знаем, что западно-сибирские наши предки, предки вообще всех практически тут. Вот так вот, ребята, мы мать, я, на самом деле, держу здесь всех. Итак, Павел Хаснулин у нас в гостях, научный популяризатор. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Продолжаем обсуждение ДНК. В ДНК метахондрии нашли мутации инфаркта миокарда. Они расположены в генах, кодирующих белки клеточного аппарата для получения энергии. Вот такой рубец. Что? Исследователи из Института общей патологии и патофизиологии изучали, как состав ДНК метахондрии влияет на вероятность развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Обнаружили 11 вариантов мутаций, связанных с ростом риска атеросклероза, и 3 варианта, ассоциируемых с повышенной или, наоборот, пониженной вероятностью инфаркта миокарда. Ну, это понятно. Значит, для начала, что такое, как определяют вообще в живых организмах наличие ДНК? Это полимеразно-цепная реакция, по ней можно... Метахондрии у меня где в организме, простите? Метахондрии находится внутри клетки, это внутриклеточные органиулы, которые к нам наследовались от наших далеких-далеких предков. Это, скорее всего, были другие живые организмы, которых, как бы, элукариотические организмы съели. Ну, или не съели, а там приспособили внутри. На картинке сосисочку напоминает. Ну, да, что-то такое. И там внутри мембрана извитая. В общем, у нее есть, у этой органеллы своя ДНК, и она в том числе тоже передает информацию. Так вот, при помощи полимеразно-цепной реакции определяется наличие определенных типов нуклеотидных последовательностей в этих митохондриальных ДНК. И таким образом мы можем увидеть, какого типа ДНК митохондриальное соответствует каким типам патологий в том числе. Так вот, три из мутаций, которые, ну, или точнее, три из этих видов изменений, из 11, которых обнаружили, соответствуют определенным типам наследования патологии, в том числе инфаркта миокарда. Вот. То есть можно теперь предсказать, у кого возможен инфаркт, у кого невозможно. Да, у кого выше риск на основе этой наследственной информации. Это можно будет предсказать как прям с рождения человека? Это можно, да, это в любой момент времени. То есть просто берется сэмпл ДНК, потому что митохондриальная ДНК у нас во всех клетках одинаковая, у каждого человека. И, соответственно, можно четко увидеть сразу же без предрасположенности. Ну, и, соответственно, если у тебя риски выше, да, ты начинаешь всякие профилактические мероприятия заниматься. Нужно профилактическим мероприятиям всю жизнь занимаешься именно. Больше внимания этому дели. Вот давайте перейдем к, собственно, основной теме. Давайте к празднику другому перейдем. Который завтра у нас. Вы не поверите, следующий трек, когда мы закончим, в исполнении, звучит в исполнении команды Digital ДНК. Вот это же совпадение. Я посмотрел на компьютер. Завтра праздник Всемирный День Здоровья в этом году посвящен глобальной доступности медицинской помощи. Что это значит, глобальная доступность? И доступны ли это глобальности нам сейчас глобально? Значит, что такое доступность медицинской помощи? Это значит, что каждый... Бесплатно? Ну... В том числе? В том числе. Бесплатно, конечно, лучше всего, но самое главное, что медицинская помощь должна быть доступна всем, без исключения, независимо от географии, от экономического развития и так далее. То есть у каждого должен быть доступ к квалифицированной медицинской помощи. И максимально быстрой, я считаю. Это тоже. И самое главное, должна проводиться также пропаганда здорового образа жизни повсеместно. И вот мы об этом в первую очередь говорим. И это самое важное, чтобы мы четко осознавали, что все сообщество мировое именно к этому и стремится. В Новосибирской области это как-то отразится? Вот этот праздник будут как-то отмечать, наверное? К сожалению, этот праздник... Ну, то есть его отмечать-то особо и не нужно. Нужно, чтобы проводились мероприятия в первую очередь. Да, будут ли в области у нас какие-то? У нас есть, да, некоторые активисты самостоятельно проводят там встречи и так далее. Их можно найти, но, к сожалению, ничего централизованного у нас ни в Новосибирской области, ни в стране не существует пока. Вот я призываю к тому, чтобы все сообщества, все, кто относится к здравоохранению и к медицине так или иначе, тоже озадачивались этим вопросом. И как мы участвовали и призывали людей к ведению здорового образа жизни и в первую очередь к наблюдению и доступности. То есть не заморачиваться только там какими-то экономическими вопросами, а в том, чтобы здоровье населения, здоровье популяции, здоровье каждого гражданина, это ответственность, собственно, и задача каждого гражданина непосредственно. Ну и напоследок обещал Павел нам хохму. Вот такая штука. Ученые обнаружили первого четвероногого с четырьмя глазами. Из ныне живущих позвоночных таким же количеством светочувствительных органов обладают только миноги. Кто такие миноги и что за первые четвероногие с четырьмя глазами? Ну, про миноги. Миноги это примитивные рыбы. Такие... Выглядят они примерно как червяк, только это рыба. На дне. Да, они живут... Ну, они бывают и пресноводные, и морские. В общем, мы не про миног сейчас, мы сейчас про ископаемое, которое близкое по... Ископаемое, их сейчас, то есть, нет. Их сейчас нет. Этих пресмыкающихся нет. Они родственники... Сестринская группа варановых. То есть, это... Они очень похожи на варанов, но у них нашли... В структуре их черепа нашли два отверстия. То есть, они могли видеть еще и вверх, не только прямо. В теменной области нашли вот два отверстия, которые вообще... Панорамный обзор! Одно отверстие есть вплоть до птиц. Ну, собственно, они улавливают параэпифизарным органом световое излучение. А у этих было два органа. И сам эпифиз... У него, у эпифиза предполагают, что был дополнительный вырост. Вырост эпифиз, это у нас шишковидная железа, так называемая, которая вырабатывает мелатонин. Ну, это понятно. Да, это понятно. Так вот, предполагается, что там у нее был вырост, соответственно, который соприкасался с подкожным покровом. И воспринимал непосредственно световое излучение. То есть, глаз. Фактически, глаз. Мы не знаем, как он выглядел, и мы никогда не узнаем, как он выглядел. Да, там отверстия, понимаешь? Там есть отверстия. Может быть, глаз, а может быть, просто... Да. Ну, факт в том, что... Радар. Порадуемся за четвероногих, что-то. У наших предков далеких, получается, были четыре глаза. Вот это да. Давайте пощупаем свой череп и поищем там остатки. Спасибо. Павел Хаснули, основатель проекта Science.